В 2016 году на реализацию программы «Дорожная карта бизнеса-2020» на Павлодарскую область из республиканского бюджета было выделено 4,20 млрд тенге. По словам руководителя отдела предпринимательства, вся необходимая работа для развития бизнеса в регионе проводится. Согласно меморандуму между акиматами города и области, экибастуз на субсидирование должен предоставить 35 проектов. Однако, по словам Нуркабидена Бессимбаевича, по субсидированию процентной ставки по кредитам банка второго уровня по городу экибастуз одобрен лишь 21 проект на общую сумму 2,2 млрд тенге. Остальные 14 проектов он пообещал Акиму предоставить до конца года. Акимам поселка Солнечные села Баэт, на территории которых предприниматели для развития бизнеса получили от государства гранты, глава города поручил взять их под контроль. Как выяснилось, других готовых проектов с проектно-сметной документацией пока больше нет. Потому городоначальник остался недоволен ходом реализации развития бизнеса. Как будем предпринимательство развивать? Как будем помогать предпринимательство? На область выделена около миллиарда. Это на этот год. На следующий год еще этот миллиард выделят. Какие проекты мы будем защищать? Сейчас мы по привлечению инвестиций мы уже подали. Заинтересованные лица? Готовых проектов нет. Пока интересуются. Готовым нет. А кто им все это объяснял бы и говорил бы еще. Вот и вся работа на обиде. Плохо вам до 1 октября провести всю необходимую работу. Мы нашли 13 тысяч гектар земли в непосредственной близости от канала Садпаева. Отделу земляных отношений, поручая разбить и выставить на тендер, на аукцион. Предоставить их. Где-то объявление дайте. Предпринимателей пригласите. Имея такую большую водную артелью у нас, не пользуемся. По второму вопросу о проводимой работе аппаратом Акима Железнодорожного сельского округа, направленной на реализацию законов Республики о противодействии коррупции, рассказал Аким данного округа Ерлан Хасиналин. Работа проводится целенаправленная. Лишь Аким Хайрат-Нукенов поручил, чтобы курсы по переподготовке специалисты проходили каждый год. А дисциплинарными взысканиями за совершение коррупционных правонарушений никто из специалистов не облагался.